Здравствуйте! Самые заметные события жизни Хабаровска в программе «Город сегодня». В Хабаровском автопарке произошла задержка с обновлением, сообщает Открытый город. К 30 сентября в краевую столицу должны были прибыть 15 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Кубка обошлась бюджету в 87 миллионов рублей. Но по неизвестным причинам поставщик Волжский автозавод нарушил условия договора. В администрации надеются, что новые автобусы прибудут в ближайшее время. Но за каждый день просрочки поставщику придется заплатить. Конкурс чтецов «Комсомолты в памяти моей» 18 октября пройдет в Хабаровске. Городской центр патриотического воспитания приурочил его к 100-летнему юбилею Коммунистического союза молодежи. Принять участие в нем смогут сегодняшние школьники. Они должны подготовить для выступления стихи, фрагменты прозы и публицистики российских и советских писателей, в которых рассказывается о трудовых и ратных подвигах молодежи. Хабаровский музей истории приглашает на международную выставку художников. Свои работы представят мастера живописи и графики из Хабаровска и Корейского Пучона. Такая выставка проводится впервые. Из Кореи на вернисаж приедут 14 художников. В экспозицию войдут более 100 работ, написанных в разных жанрах. По данным Единой городской диспетчерской службы, отключений холодной воды сегодня в Хабаровске не было. Из-за порывов на теплотрассе горячая вода не подается в 8 жилых домов, одну школу, детский сад, а также в 3 учреждения. Объекты расположены на улицах Локомотивной, Школьной, Клубной и в светофорном проезде. Кроме того, в городе не работает 54 лифта. На уборке Хабаровска вчера днем работало 129 единиц техники, предприятий благоустройства и 43 рабочих. Ночью 11 спецмашин и 13 человек. С дорог и улиц города за сутки вывезено 95 кубометров песка и мусора. В Хабаровске начался отопительный сезон. Подключать город к теплу коммунальщики планируют в течение 10 дней. Все это время ремонтные бригады будут работать в аварийном режиме, чтобы оперативно реагировать на возможные порывы труб. Антон Примачев с подробностями. В этом году на ремонт теплосетей в Хабаровске было потрачено около миллиарда рублей. Отремонтировали 10 километров магистральных трубопроводов. Проблемным участком оказался переулок трубный. Муниципалитету в самый разгар подготовки к отопительному сезону даже пришлось сменить подрядчика. В целом ситуацию удалось взять под контроль. Хотя в момент гидравлических испытаний возникло 9 серьезных повреждений. Специалисты готовы и к новым экстренным ситуациям. Повреждения на данный момент устранены. Но при запуске, как показывает практика, еще где-то что-то будет вылазить. Будем экстренно, быстро это все устранять. Аварийные бригады тепловых сетей перешли на круглосуточный режим работы. От рассвета до заката в минувшие выходные шли и ремонтные работы. Новые трубы проложены в переулке Промышленном, улицах Тихоокеанской, Трехгорной и Бондаре. В понедельник утром подрядчик сообщил о завершении планов срок. Можно приступить к подаче тепла. Здравоохранение, образование в основном. Дома жилые по графику у нас. График уже получен с администрацией города. Сегодня первый день запуска. Там около 250 домов за сегодня должны подключиться. Полностью подключить город к теплу планируется не позже 18 октября. Как только это будет сделано, подрядные организации займутся восстановлением нарушенного благоустройства. Снегоуборочный автопарк Хабаровска готовят к очередному сезону. Сегодня на предприятии МУП «Южная» провели смотр техники. Это предприятие обслуживает самую большую территорию в Хабаровске центральной и индустриальной районы. Пока в парке 58 единиц техники. Как рассказали сотрудники предприятия, ожидается поступление новых машин. Среди них два самосвала и два фронтальных погрузчика с полным комплектом навесного оборудования. Все они российского производства. Механики также сообщили, что уже сформирован запас расходных материалов и запчастей для всех видов техники. Официальный зимний режим работы у дорожных служб начинается 15 октября. Предполагается, что с этого дня снег в Хабаровске может пойти в любую минуту. До 1 ноября мы еще частично будем мыть город, поскольку у нас еще 3 единицы техники работают в этом режиме. Это я имею ввиду машины дорожекомбинированные. И плюс пылесосы, так называемые, подметально-уборочные машины. Но фактически с 1 ноября мы уже будем готовы. Рынок молочных продуктов в Хабаровске изобилием не отличается, но все-таки выбор есть. Предлагаем сравнить цены у разных производителей. Молоко от Хорской Буренки продается в крупных торговых сетях 50 рублей за пол-литра. У другого производителя из соседнего региона цена немного выше – около 55 рублей. А вот молоко комбината Серышевский продается совсем недорого – за 35 рублей. Многие хозяйки предпочитают иметь дело с сухим молоком. Например, хорошие рекомендации у продукта из Белоруссии. 500 граммов стоят около 200 рублей. Далее цены на кисломолочные продукты от производителей Дальнего Востока. Варенец, который выпускает Хорская Буренка, стоит 62 рубля за пол-литра. Кефир такого же объема от Green Agro стоит около 58 рублей. Производители Заморской области традиционно дешевле – около 45 рублей. Экскурсию для сотрудников управляющих компаний и ТСЖ провела региональная организация ЖКХ «Контроль». Тем, кто работает на этом рынке, предложили посмотреть и перенять опыт лучших в жилищно-коммунальной сфере. Ирина Забродина с подробностями. Все как на обычной экскурсии. Специальный автобус довозит группу до места. Всего в экскурсионном маршруте 6 адресов. Холодную воду через интернет передают показания, да? Или обыкновенная? Во дворе трех многоэтажек по улице Шатова в роли гида – инженер, управляющий компанией «Магнит». Сначала проводят группу по двору. На его благоустройство потратили более миллиона рублей. Но нет предела совершенства. Собираются улучшать и дальше. Потом все идут в подъезд. У вас в подъезде тепло? Да, у нас в подъезде очень тепло. Ой, как красиво. Кто-то тихо шепчет, что в новом доме, а этот сдали в 2011-м, красоту навести легче, чем в старой хрущевке. Но тут же мгновенно реагируют те, кто успешно управляет вторичным жильем. Такие тоже есть в группе. У нас не хуже, честно говорю. У нас и дворовые территории обустроены, и детские площадки, и асфальтированные. И в подъездах у нас ремонт сделан. Точно так же кафель у нас. Все за деньги жильцов, собственников. Следующий адрес – офис управляющей компании «Розентальгрупп». Они являются первыми и пока единственными в городе, кто разработал программу «Электронный диспетчер» и мобильное приложение УК. Рассчитаны они на широкий круг пользователей и неподготовленных пользователей. И созданы для того, чтобы любой человек мог обратиться оперативно в нашу компанию и получить помощь. Эта программа позволяет жильцу в любое время суток и из любой точки сделать заявку на выполнение каких-либо работ. Сообщение тут же фиксируется в электронном журнале. Абоненту поступают уведомления. После выполнения заявки также через мобильное приложение можно поставить оценку мастеру. Сегодня посещали разные практики. И где люди за счет своих средств сделали, и где люди участвуют во всех муниципальных, федеральных программах, чтобы лишнюю копеечку на это дело предусмотреть. Посмотреть на достижения своих коллег и перенять опыт согласились представители 30 компаний, которые так или иначе связаны с управлениями домами. Интересно, что ни одну из управляющих компаний, названия которых часто упоминают СМИ в негативном ключе, это мероприятие не заинтересовало. 87 лет назад, 8 октября 1931 года, в Хабаровске открылся кинотеатр «Гигант». И это исторический факт. Прежде на этом месте располагались небольшие торговые лавки. Их снесли, когда началось строительство здания краисполкома. В 1929 году к нему был пристроен большой зал заседаний с библиотекой. Через два года он стал кинотеатром «Гигант», вторым после совкино современным иллюзионом в городе. Первая кинолента, которую показывали хабаровчанам, немецкий фильм «Путешествие матушки Краузе». В 1940 году открылся Малый зал кинотеатра, а через 30 лет – зал хроники. В 1988 в Малом зале начали демонстрировать стереофильмы, а в 1999 «Гигант» оборудовали системой Dolby Digital. Здание кинотеатра – памятник архитектуры. Он выполнен в стиле конструктивизма и занесен во все мировые учебники архитектуры. На протяжении всей своей истории внешний вид кинотеатра практически не менялся. Фасад остался таким же, каким его закладывали в 1931 году. «Гигант» – это самый большой кинотеатр города, который вмещает 1137 зрителей в четырех залах. В лучшие годы кинотеатр посещали в среднем 800 тысяч человек. В 2005-м «Гигант» признали лучшим региональным кинотеатром, а в 2009-м Краевое Миномущество решило продать «Гигант», и он стал подразделением частного бизнеса. События предстоящего дня в традиционной рубрике «Афиша». Завтра в «Платину Марени» Хабаровский «Амур» встречается с трактором из Челябинска. Матч проходит в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Стоимость билетов от 350 рублей до 2000. Хабаровская филармония приглашает на концерт органы-скрипка «Вариации на тему». В нем заняты солисты из Владивостока Екатерина Агаркова «Арган» и заслуженный артист России-скрипач Феликс Кальман. В программе музыка Вивальди, Баха, Генделя и других. Стоимость билета 500 рублей. В Доме творческой интеллигенции свои работы представляет хабаровский художник Владимир Антонов. Идея выставки родилась, когда автор обнаружил, что изображение берегов наиболее часто встречается в его творчестве. Для художника берег – место встречи двух стихий и пристань, необходимая каждому человеку. Это была программа «Город сегодня» – жизнь краевой столицы в событиях, людях и цифрах. Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе. Счастливо!